Вообще, историю Болотонского сражения лучше начать с того, что незадолго до тех венгерских событий по армии пошел слух, что отбирают солдат, у кого не менее трех ранений. А я за всю войну был ранен четыре раза. Говорили, что ожидают войны с Америкой и нужны опытные кадры, а количество ранений – это как гарантия, как знак качества. И действительно, к нам в батальон приехал майор. Всех построили, и он по списку отобрал нескольких человек, и меня тоже. Посадили всех в машину и повезли, в учебку, младших лейтенантов готовить. Но поучиться мне там довелось, дай бог памяти, с месяц. Нас вдруг всех построили, раздали оружие, посадили в машину и куда-то повезли. Привезли на поле и приказали рыть окопы. Кроме винтовок и ручных гранат – никакого вооружения. На всю роту два ручных пулемета. Где мы, кто соседи, кто сзади, где артиллерия – ничего неизвестно. То, что это рядом с передком, понятно было сразу по сильному гулу и близким разрывам. Ротный носился и бешено орал, чтобы окапывались. Но все равно мы не успели. Мы еще толком ничего отрыть не успели, как над нами сначала прошли на бреющем полете мессеры, а вслед за ними штуки. Но они почему-то прошли мимо, в сторону какого-то городишки справа от нас. Там их встретили наши и завели сильный бой. Звуки разрывов приблизились, и сквозь них я стал различать рокот моторов. Шли танки. Наша позиция проходила на обратном склоне большого холма. Я постоянно глядел на этот гребень. Тут я увидел, что наша разведка перевалила за гребень и бежит к нам. Подбежали к Ротному, что-то ему объясняли. Тот выслушал, и по окопам пошла команда. Приготовиться к отражению танковой атаки. Хотя мы это и так уже все понимали. Зеленых среди нас не было. Ведь все с боевым опытом и ранениями. Мы попрятались в отрытые полутраншеи, полуокопы, полуровики, у кого что, и постарались замаскироваться ветками, дерном и тем, что попало под руку. Конечно, мы понимали, что это почти верная смерть. У нас ни пулеметов толком, ни пушек. Против танков мы были практически бессильны. Были гранаты, но подбить танк гранатой очень сложно. Сложность в том, что он железный. А ты нет. Он по тебе стреляет из пушки и из пулеметов. Или вообще может просто тебя раздавить. А ты должен ползти на него с гранатой. Подбить танк вообще очень сложно, а подбить его гранатой особенно трудно. Если экипаж танка зеленый, неопытный в смысле, то у тебя еще есть шансы. А если в танке сидят матерые волки, то подползти к нему практически невозможно. К сожалению, ты об этом узнаешь только тогда, когда он вдруг резко разворачивается и давит тебя. Или из пулемета поливает. Да и что значит подбить? У нас были противотанковые гранаты, но тяжелые танки они не брали. Да и не каждая граната его подожгет. Тут нужна выучка, хладнокровие и точный расчет. У тебя мало шансов подобраться к танку, но еще меньше шансов убраться в освояси, если ты его не смог подбить. Чаще всего подбивали ему гусеницу. Тогда можно попробовать ссунуть ему фугас, но экипаж может не покинуть танк, а продолжать вести огонь. Танк нужно было обязательно сжечь. А в тот раз у нас даже бутылок с зажигательной смесью не было, только гранаты. Да и то, по большей части были феньки. Чуть позже на гребне холма показались какие-то люди, бежавшие со всех ног на наши позиции. Это значило, что фронт окончательно прорван и на нас шла лавина танков и мотопехоты. Вообще немцы часто так делали, сопровождали свои танки мотопехотой. Оттого и удары у них получались очень сильные. Потом показались немецкие танки. Штук 10 сразу шли на весьма хорошей скорости и стреляли из пулеметов по нашей пехоте. У меня тогда еще в голове пронеслось, вот оно, дурацкая мысль. Это действительно очень страшно, танковая атака. Они даже стреляли из пушек не останавливаясь. Это очень сильно действует на новичков, хотя результаты такой стрельбы почти нулевые. Но на психику действуют безотказно. Я тоже поддался, хотя у меня уже был опыт подобных атак. Я знал, что тут главное не побежать. Но ноги сами просились. Мы должны были пропустить танки сквозь себя и задержать мотопехоту. Но танки развернулись и пошли вдоль наших позиций, просто давя нас. Я увидел, что один из них подорвался на мине. Наш саперный взвод только и успел дорогу заминировать. На тех минах два танка подорвалось. Один сгорел, а второй с развороченными катками еще долго стрелял, пока его не окружили и не сожгли. Я вот скажу, что это звучит геройски, но ничего геройского в том бою не было. Я просто увидел немецкую пантеру с красными гусеницами. Это от крови. Но я это только потом понял. А тогда я вообще не помню, о чем думал. И вообще тот бой я помню смутно. Мне засчитали один танк. Но я не уверен, что это действительно был мой танк. Скорее всего, командованию нужны были живые герои, а не мертвые. Поэтому в госпитале меня наградили Орденом Славы. Это было последнее мое ранение, так как в том бою я потерял ногу. Я потом был однажды в тех местах, под венгерским городом Комарно. В 85-м году нас возили туда на праздник Победы. Посетил кладбище, а там кругом могилы и на всех выгравирована одна дата. 19 февраля 1945 года. Продолжение следует...